Полковник Федеральной Службы Безопасности арестован за, внимание, крышевание храма, Божьего храма. 27 октября, как стало известно, Московский гарнизонный военный суд арестовал полковника Федеральной Службы Безопасности Дениса Карманова за взятку в размере почти 20 миллионов рублей. Эта сумма с марта по октябрь 20 миллионов перекочевала частями в карман господина Карманова от некого гражданина Горохова, а взамен полковник должен был принимать какие-то решения в пользу как самого Горохова, так и тех религиозных организаций, которые тот представляет. Я смутно представляю себе, что за организации такие, которым нужна помощь полковника и какое они отношение имеют к религии. Однако под описание взяткодателя действительно подходит отец Вячеслав Горохов, настоятель католического храма святого Людовика Французского на Малой Лубянке. Но он же числится и руководителем юридического лица храма, господин Горохов. Лубянка рядом. Какие проблемы мог решать для храма святого Людовика Французского, да еще за 20 миллионов рублей, нехилая сумма, полковник Карманов, можно только догадываться. Ну, очевидно, в это входили, так сказать, не только религиозные какие-то вещи в эти вопросы. Это широкий спектр, комплекс мероприятий, как сейчас говорят. Мне очень нравится эта шутка, да. Полная задница – это ведь комплекс мероприятий всегда, когда человек попадает в полный. Это комплекс мероприятий. Вот здесь, видимо, тоже был комплекс. Отец Вячеслав под давлением силовиков написал заявление об антивоенной записке, якобы оставленной в храме. После этого, мы помним, было возбуждено административное дело о изредитации армии на 72-летнюю старушку. Зачем старушке писать записку, которую она оставляет в храме? Что это такое? И что дают административные дела? Только если отчитаться, что вот мы бабушку поймали, она против каких-то там наших действий выступает. Сам Карманов – сотрудник второй службы ФСБ. Это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Да, это управление курирует дела, связанные не только с политикой, но и с религией. Также решает вопросы против экстремистов. Любые мероприятия проводят против экстремистов, террористов. Многие говорили о том, что эти сотрудники, сотрудники этой службы воюют и с журналистами. В любом случае, кажется, это не единственное задержание. Я напомню, что 26 октября телеграм-канал ВЧК ГПУ, осведомленный канал, надо признать, писал о задержании чекистов из второй службы Алексея Куприкова и Александра Кошика. Тоже уголовное дело мошенничества. Когда арестовывают полковника ФСБ, это всякий раз событие. Впрочем, кто сегодня уже вспоминает об аресте полковника Полякова или других, так сказать, полковников, мы как-то очень быстро обо всем забываем, что обидно. Мне, наверное, очень обидно. Мне обидно за Олега Царева. Целый день говорили мои коллеги про Олега, а сейчас он вышел, выходит из тяжелого состояния. Слава Богу, его жизнь ничего не угрожает. Задержан координатор покушения на Олега, но как-то уже все потеряли интерес и к Олегу Царевой, к этому покушению. Про Захара, про Лепе, какие-то детали новые выясняются, тоже никто. Живы остались, слава тебе Господи. Да, Владлен Татарский, Даша Трепова. Даша Дугина, это все ее убийца Трепова. Эта тема не уходит. Трепова убийца Татарского, но это тема Дугина, покушения на Дугина, убийства. Мразь эта Трепова, которая убила Владлена, это все, конечно, в памяти посвяжу. Но получается, что если ты выжил, то уже можно даже и не спрашивать, кто тут задержан. И сегодня задержали человека, который со схроном, между прочим, с поличным взяли, который курировал убийство Олега Царева. Вот это мне непонятно и странно это для меня. Но так или иначе, задержание еще одного полковника ФСБ говорит действительно о том, что если подтвердятся факты, что в стране наводится порядок, и в этом смысле и собственная безопасность ФСБ, молодцы, конечно, и офицеры Бастрыкины.